Акцент на дальнейшее сосредоточение основных усилий на реализации мероприятий, обеспечивающих высокую оперативность и повышение качества судебной экспертной деятельности. Вот основная тема обсуждения коллегии. Сегодня мы подводили итоги управления Государственного комитета судебной экспертиз в Абресской области. Но если в целом говорить о деятельности Государственного комитета судебной экспертиз в прошедшем 2023 году, в целом результаты мы оцениваем своей работы как положительные, несмотря на сокращение количества некоторых видов экспертиз, качество и сроки проведения их значительно улучшились. И, безусловно, хотелось бы отметить роль Государственного комитета судебной экспертизы наших сотрудников при проведении экспертных исследований в рамках расследуемой Генеральной прокуратурой Республики Беларусь уголовного дела о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны. По результатам заседания коллегии дана положительная оценка деятельности ведомства в прошедшем году. Отмечено высокое качество проведенных экспертиз, а также обеспечение конструктивного межведомственного взаимодействия с инициаторами назначения экспертиз. Более 1100 экспертиз было проведено экспертами для жителей Бреста. 900 из них – экспертизы транспортных средств, 200 – по установлению родства. В 2024 году ведомство ставит перед собой цель закупку нового оборудования и обеспечение территориальных органов всем необходимым. Максимально приблизить возможности нашего ведомства к инициаторам назначения экспертиз, чтобы исключить дополнительные затраты на доставку и тем самым сократить сроки. В частности, в Пинском межрайонном отделе сейчас уже завершают подготовку два специалиста и в ближайшее время мы начнем проводить товароведческие экспертизы. Сребованность по ним большая в целом по области. Они у нас проводятся еще и в Барановическом, и непосредственно в Брестском районе. Опять же, в Пинском мы заканчиваем закупку необходимого оборудования и будет закрыт вопрос с проведением баллистических экспертиз по Пинскому региону. Тоже такое востребованное. И более такой сложный вопрос требуется за закупку, конечно, дорогостоящего оборудования импортного. Часть оборудования уже поставлена. И опять же, в этом году мы планируем начать проведение гистологических экспертиз опять же, в Пинском межрайонном отделе. Ну вот по такому принципу будем организовывать работу в целом по области. Максимально приблизить наши возможности к потребностям инициаторов непосредственно в местах, ну в том числе и гражданам. В завершении коллегии состоялось торжественное ограждение лучшего сотрудника по итогам года. Им стал государственный эксперт Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Виктор Алексеюк. Переходящий кубок вручается не только за высокие показатели в работе, но и за научную деятельность. А ее судебный эксперт ведет бурно и плодотворно. Я работаю государственным судебным экспертом в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области с 2013 года. Для меня это, конечно, была новость, большой радостью. Из большого количества претендентов выбрали меня. Но я понимаю, что это не только почетно, но и еще и ответственность. Потому что нужно каждый день доказывать, что ты лучший. Каждый день быть примером для других, для своих коллег. Но также я воспринимаю эту награду не как личную, а как награду, которую заслуживает каждый работник нашего управления. Управление технических экспертиз. Каждый работник достоин этой награды. Все мы слаженно работаем общим коллективом. И никто не отказывается в помощи, если это необходимо. И, как сказал начальник управления, относится к своей работе с душой. Это отношение, конечно, в коллективе и помогает добиваться совместно хороших результатов. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.